Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Андрей Михайлович Жданов, нейрохирург Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте! Рада с вами познакомиться. Совсем недавно вы пришли в наш муниципалитет. Очень рады, что теперь такой специалист есть и в нашей главной больнице. Должен сказать, что мне тоже очень приятно работать в Одинцовской ЦРБ, оказывать как экстренную, так и плановую помощь. В общем-то, для чего я здесь и работаю. С чем непосредственно вы сталкиваетесь каждый день и с чем могут обращаться к вам пациенты? Ну, самое распространенное, конечно, сейчас это черепно-мозговая травма, спинальная травма, именно оказание экстренной помощи, которая сейчас производится в полном объеме, в том числе и высокотехнологичные операции с применением различных имплантов, если говорить о позвоночнике, о спинальной травме. Также некоторые экстренные операции производятся при нарушениях мозгового кровообращения, при инсультах, но и в дальнейшем. Если более подробно поговорить об оперативном вмешательстве, насколько оборудованы наши операционные и какую непосредственно помощь можете оказать и вы, если это говорить в рамках ВМП? В рамках ВМП возможное оказание помощи при остеохондрозе, такие операции, которые выполнены со стабилизацией, те же самые грыжи межпозвонковые, поясничного отдела, шейного отдела. Уже какая-то часть операции была выполнена достаточно успешно. Оборудование позволяет. В общем-то, все проводится на достаточно хорошем уровне. Есть возможность сделать сразу же после операционной контроль, томографию и, в общем-то, выписать пациента с улучшением. Могут ли к вам обращаться просто за помощью, то есть прийти на консультацию, если мы отодвинем в сторону экстренный случай, если в плановом режиме, как могут к вам попасть пациенты, что им нужно для этого сделать? Конечно, могут. Для этого я здесь и работаю. То есть один из путей по направлению от своего доктора, от невролога, с данными обследования, если мы говорим про остеохондроз, про грыжи, это, конечно, МРТ. То есть желательно, чтобы у пациента было свежее МРТ. На основании данных МРТ и данных клинической картины уже принимается решение о том, надо оперировать, не надо оперировать, если надо, то в каком объеме. Показана ли та же самая операция с внедрением имплантов или, может быть, какое-то микрохирургическое вмешательство. Вот. Но в то же время никто не запрещает, наверное, и просто подойти на консультацию в отделение. В каком отделении вы находитесь? В отделении травматологии. Это хирургический корпус, второй этаж. То есть для этого достаточно полюс, паспорт и, в общем-то, прикинь на плю. Андрей Михайлович, остеохондроз межпозвоночной грыжи – очень частый термин, который можно слышать. А вот все-таки во всех этих случаях показано оперативное вмешательство. И что такое остеохондроз? Почему так происходит? Насколько серьезно влияет это заболевание на работу всего организма в целом? Очень хороший вопрос. Действительно, с пониманием сути проблемы. Потому что слово «грыжа» сейчас очень многих пугает, так как МРТ стало более доступным. Очень часто люди идут и делают МРТ. Потом с недоумением «Ой, у меня грыжа, а что мне делать?» Начинают в интернете искать какие-то клиники Израиля, как правило, которые вылезают по запросу. Но в первую очередь, конечно, надо проконсультироваться, соотнести еще раз данную грыжу с тем, что все-таки пациенты беспокоят, потому что очень часто те или иные грыжи протекают без симптомов. Но уж если эта грыжа имеет свое значение и речь идет об операции, конечно, лучше не затягивать и провести оперативное лечение максимально быстрее. Что такое грыжа? Что способствует ее появлению? Ну, в ряде случаев. Скажем так, если это не травма, если это не, не знаю, связано с профессиональной какой-то деятельностью. Ну, как правило, это и связано с профессиональной деятельностью, потому что грыжа возникает там, где мало движения. Это связано с тем, что люди в большинстве своем стали меньше двигаться, больше сидеть, а поясничный отдел позвоночника, к примеру, чаще именно подвигается воздействию такому при нахождении в сидящем положении. Вот эти грыжи и формируются. Поэтому... Те люди, которые работают, ну, как минимум, в офисах, они попадают сразу в группу риска? Примерасположены в той или иной степени, да. То есть я правильно понимаю, что только активный образ жизни, только движение, ну, может не просто предотвратить развитие, но, тем не менее, отодвинуть этот процесс? Да, да, да. Как один из компонентов лечения остеохондроза – это лечебная физкультура с последующим выходом на более какие-то серьезные нагрузки. Что чаще всего, какие симптомы указывают на то, что есть проблемы? Что должно насторожить пациента? Ну, конечно, первое – это что? Это боль, да. Боль, причем не только в спине, а уже когда боль ирадиирует в руку или в ногу. Вот здесь уже надо задуматься и действительно сделать МРТ. Возможно, причиной данных болей будет являться именно позвоночник, а не просто рука. То есть грыжа, она, получается, не дает возможность правильно работать нервным клеткам или что происходит в позвоночнике? Грыжа воздействует на корешок нервный, который выходит от спинного мозга и иннервирует ту или иную часть. Ну, то есть именно поэтому боль может возникнуть совершенно не там, где расположена, не в спине, не там, где есть грыжа. Если говорить о головных болях, взаимосвязана ли эта часть? Да, конечно, взаимосвязана. Здесь речь идет о шейном отделе позвоночника. Кроме того, в шейном отделе позвоночника проходят позвоночные артерии, которые могут деформироваться на фоне остеохондроза. Но здесь уже выходит вперед такое методобследование, как УЗИ, сосуды в шее, ну и МРТ, конечно. Насколько сегодня позволяют технологии все операции проводить малоинвазивными способами? Большую часть операций уже можно проводить малоинвазивными. И насколько срок реабилитации короткий? Если брать даже стандартную операцию, вот немалоинвазивную, да, то же самое, высоко технологичную, к примеру, на позвоночнике. Как правило, пациент встает на второй или на третий день в зависимости от клинической артерии пациента, а выписывается, ну, вполне себе и на седьмые, и на девятые сутки идет домой под наблюдение невролога. То есть, несмотря на то, что это, казалось бы, да, позвоночник, это все так серьезно, и мне кажется, для большинства пациентов это, ну, такой очень сложный шаг согласиться на данную операцию. Потому что, когда тебе говорят, что вот нужно делать операцию именно на позвоночнике, ну, это в первую очередь страх. А вдруг я не встану? Какой-то здоровый страх присутствовать, конечно, должен. Хуже, когда пациент не понимает, что такое операция, да, и увидев грыжу у себя на том же самом РТ, прибегает, вот мне надо ее удалить. Нет, поэтому еще раз объясняю, что всегда нужна интерпретация, нужна консультация и соотношение данных. Вот этой грыжи, этой клиники, болит, не болит, от нее, не от нее. И, да, сейчас все операции проходят, ну, все-таки гораздо легче, чем раньше. То есть процент высокий и в плане реабилитации, в плане успешности проведения операции, плюс технологии позволяют все это делать совершенно иным способом. И технологии позволяют. Сказать про совершенно иной способ я, наверное, не скажу, но про технику, которая совершенствуется, да, с годом от года, какие-то новые данные появляются, это да. Насколько большой поток у вас пациентов? Пока поток еще не сформирован, то есть сейчас в основном идет оказание экстренной помощи, но некоторое количество планов операции уже тоже было выполнено. Ну, я это спросила не случайно, потому что хотелось бы поговорить о перспективах открытия нейрохирургического отделения на базе Одинцовской центральной районной больницы. Есть ли такие мысли, идеи, появится ли оно в ближайшее время? Потому что, мне кажется, эта область очень востребована. Эта область, безусловно, востребована. Мысли и идеи такие есть. И движение в эту сторону происходит, да, то есть начиная с операционного блока он будет сейчас у нас в скором времени усовершенствоваться, да, и со временем шестерки не будем, да, появится отделение и в Одинцовском районе. Ну, в любом случае, специалист у нас есть, обращаться уже к вам можно за помощью, и нужно это делать, а самое главное не заниматься самолечением. И самостоятельно не выставлять диагнозы, да, как минимум это должен быть терапевт, невролог, дальше, да, ну, после того, как терапевт, наверное, назначит невролога, а потом уже невролог отправляет уже непосредственно к вам. Если требуется дальнейшее оперативное вмешательство, либо ваша консультация, что делать пациенту дальше? Уже приходить на консультацию, да, и решать, требуется или не требуется, потому что вопрос все-таки об операции решает именно нейрохирург, даже не невролог, а нейрохирург. Андрей Михайлович, ну, вот все-таки мы говорим про то, что хотелось бы не болеть и совсем не хочется нашим жителям ложиться на операционный стол. Ну, как этого избежать? Вот ваши рекомендации, как профессионала, как специалиста, как сделать так, чтобы не доводить все до крайностей? Ну, хотя бы попытаться. Все уже было сказано давно до меня, потому что движение – это жизнь. Там, где есть движение, там есть здоровье. Вот, где, соответственно, нет движения, там начинается остеохондроз и появляются все вот эти проблемы. Поэтому надо двигаться, начиная с ходьбы. Желательно в день проходить такие расстояния, как 5 километров. Это минимум? Это оптимум. Все-таки надо соотносить с возможностями, да? Стремиться к этому надо. И тогда все, в общем-то, будет неплохо. Ну, и, конечно, никто не отменял ни бассейна, ни фитнеса. Все это, если в разумных, скажем так, пределах с инструктором начинать, то это пойдет только на пользу. Ну, и в любом случае, наверное, если возникают какие-то проблемы, возникают боли, не затягивать, не бояться обращаться к специалистам. Проходить плановую диспансеризацию, опять же, и не доводить до критических ситуаций. Совершенно верно. Спасибо вам огромное, что сегодня были с нами. В следующих наших программах обязательно поговорим более подробно о заболеваниях позвоночника. Хорошо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.